Вашему вниманию представляется доклад на тему факторы прогноза выживаемости у больных с олигометастазами рака почки в костях. Рак почки на сегодняшний день занимает второе место среди онкоурологической патологии и составляет третью часть больных онкоурологических подразделений. Примерно 20-30% локализованных форм рецидивируют, а 40% метастазируют в течение первого года после операции. Несмотря на развитие современных методов лучевой диагностики, примерно 20% имеют четвертую стадию заболевания. Если говорить о наших данных, то из почти тысячи больных, прооперированных в нашей клинике, цифры метастатического рака почки в костях не отличались от мировых данных. Важную роль при выборе тактики лечения имеют факторы прогноза. Из существующих факторов прогноза можно выделить такие, как анатомические, патоморфологические, клинические, лабораторные, молекулярно-биологические и интегрированные системы прогноза, которые имеют цель повышения предсказательной точности отдельных факторов прогноза. К ним можно отнести намограммы КАТТАН, шкалу прогноза АМДС и другие. Целью нашего исследования было оценить влияние факторов прогноза на показатели выживаемости, общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования у пациентов с олигометастазами рака почки в костях в зависимости от тактики лечения. Мы проанализировали результаты лечения 126 больных. Качественные факторы прогноза и их влияние на выживаемость оценивали критерием Ман-Уитни, количественные с помощью критерия Спирмина. Для определения независимого влияния потенциальных факторов прогноза был использован регрессионный анализ КОКСа. Исследование было ретроспективным. Оно насчитывало 126 больных с олигометастазами рака почки в костях, которые были стратифицированы на две группы. Это солитарные метастазы 64 больных и единичные метастазы в костях 62 пациента. Данные группы были дополнительно стратифицированы на подгруппы в зависимости от лечения. Лечение комбинированного или хирургического лечения. Комбинированного лечения с применением таргетной терапии. Мы оценивали следующие факторы прогноза у пациентов с олигометастазами рака почки в костях. К ним относились как количественные, так и качественные показатели. Также мы оценивали влияние шкалы АМДС на выживаемость наших больных. Общая характеристика пациентов представлена на экране. Хочется сказать, что практически все группы были сопоставимы между собой по полу, возрасту, группам прогноза. А также по шкале АМДС в зависимости от количества присутствующих негативных характеристик. Нормальная физическая активность, при которой больной особо не нуждается в уходе, соответствует одному баллу по шкале ЭКОК. Была у 21 пациента, но при этом уровень ограниченной физической активности установлен у 104 больных. Это связано с тем, что практически все наши пациенты были с патологическими переломами. Большинство пациентов было с ограниченной физической активностью, что значительно влияло на их качество жизни. По стороне поражения первичной опухоли распределение больных было равномерным. В нашей работе присутствовали как пациенты с синхронными, так и метахронными метастазами. По поводу хирургического лечения первичной опухоли почки и костных метастазических очагов проведено у 100% больных. Удаленный материал подвергался планному морфологическому исследованию в 100% случаев. Из представленных больных видно, что в подавляющем большинстве случаев была светлоклеточная форма починоклеточного рака. На данном снимке представлены операции, которые мы выполняли больным. Условно эти операции можно разделить на несколько групп. Это операции на осевом скелете и операции на позвоночнике. Операции на позвоночнике, в свою очередь, мы разделяли на условно-радикальные. Это спондилэктомии, корпорэктомии и палеотивные. Это декомпрессионные ляминэктомии через кожные вертебропластики. Всего из 100 было выполнено 193 операции на костных метастазах. На конечностях выполнено 84 операции. На позвоночнике 73 операции. Оцениваем факторы прогноза. Мы оценивали с помощью критерия спирмена. Во всех четырех группах выявлена обратная корреляция умеренной силы между выживаемостью без прогрессирования и общей выживаемостью, а также прогнозом по шкале МДС. Также во всех четырех группах выявлена обратная корреляция умеренной силы по шкале Чедока между общей выживаемостью и клинической стадией. И в группе 2 выявлена обратная корреляция между общей выживаемостью, а также показателями по шкале ЭКОКИП и умеренная положительная корреляция между статусом по шкале Корновского. Качественные параметры мы оценивали с помощью критерия Мануитни. В группе 1 не было статистически достоверного влияния на общую выживаемость, но в группе 1 уровень гемоглобина влиял на выживаемость без прогрессирования. Таким образом, чем выше гемоглобин, тем выше выживаемость без прогрессирования у данной когорты больных. В группе 2 уровень кальция влиял на выживаемость без прогрессирования. Чем ниже кальций, тем выше выживаемость без прогрессирования. Также в группе 3 уровень тромбоцитов и сроки возникновения метастазов влияли на общую выживаемость. В группе 4 уровень тромбоцитов, а также гемоглобина и кальция влияли на выживаемость без прогрессирования, а уровень кальция, гемогломида и тромбоцитов влияли на общую выживаемость. В группах 3 и 4 при оценке влияния факторов прогноза на общую выживаемость с помощью регрессионного анализа кокса, в группе 1 из всех 10 показателей, которые мы оценивали, факторов прогноза, статистически достоверное значение имел только уровень тромбоцитов. В группе 2 из всех исследуемых показателей статистически достоверное значение имел прогноз по шкале МДС и патологоанатомическая стадия. В группах 3 и 4 ни один из 10 показателей не имели статистически достоверного значения. Если смотреть на выживаемость больных в группах 1 и 2, то есть в группах комбинированного и хирургического лечения, мы оценивали выживаемость как от момента выявления первичной опухоли почки, так и от момента выявления костного метастатического очага. Хочется отметить, что медиана общей выживаемости от момента выявления костного метастатического очага была статистически незначима, но разница при этом составила 12 месяцев. При этом пятилетняя выживаемость была 60% в группе 1 и 47% в группе 2. Выживаемость у больных в группах 3 и 4, это группы, напомню, с единичными костными метастатическими очагами. Также мы оценивали от момента выявления первичной опухоли почки, а также от момента выявления костного метастатического очага. Разница была статистически достоверна. При этом пятилетняя выживаемость в группе 1 составила 15%, а в группе 2 – 7%. Также была проведена оценка выживаемости без прогрессирования у больных с олигометастазами рака почки в костях. При этом разница выживаемости без прогрессирования между группами 1 комбинированного хирургического лечения составила 12 месяцев, а в группе 3 и 4 пациентов с единичными метастатическими метастазами – 4 месяца. Исходя из того, что мы оценивали факторы прогноза с помощью шкалы МДС, мы приняли решение проанализировать выживаемость от момента выявления костных метастазов в группах в зависимости от прогноза по шкале МДС. Таким образом, в каждой группе мы стратифицировали пациентов на группы прогноза благоприятного, промежуточного и неблагоприятного риска. Группы были сопоставимы между собой. При этом выживаемость в группе благоприятного прогноза была 91 месяц, а в подгруппе промежуточного и неблагоприятного прогноза – 63 и 35 месяцев. При этом выживаемость была статистически достоверна. Аналогичное сравнение групп мы провели в группе хирургического лечения. При этом выживаемость также была статистически достоверна. Аналогичные расчеты мы провели в группах комбинированного и хирургического лечения у пациентов с единичными метастазами. При этом в группе 4 у пациентов, которые не получали таргетную терапию, выявлена статистическая достоверность. А в группе 3, в группе комбинированного лечения, выявлена тенденция к достоверности. В заключении хочется сказать, что оценка факторов прогноза с помощью критерия спирмина выявила статистически значимое влияние клинической стадии на общую выживаемость, а также прогнозы по шкале МДС на общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования во всех 4 группах больных с костными олигометастазами рака почки. Общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования у больных с солитарными и единичными метастазами в костях достоверно выше в группах комбинированного лечения. Общая выживаемость статистически значимо различалась в группах больных с солитарными единичными костными метастазами, стратифицированных по шкале МДС, на подгруппы благоприятного, промежуточного и неблагоприятного прогноза. В настоящее время важнейшей задачей является идентификация надежных клинико-лабораторных, патоморфологических и молекулярных генетических факторов, влияющих на определение тактики персонализированного лечения, а также на выживаемость больных с метастатическим раком почки. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Станислав Викторович. Скажите, пожалуйста, а какой практический выход из полученных результатов? Как Вы будете их использовать в Вашей практике? Спасибо за вопрос, Мария Игоревна. Мы думаем, что практический выход будет следующим. Так как у нас была историческая группа пациентов, которые не получали таргетной терапии, а была группа пациентов с комбинированным лечением, то в будущем всем пациентам с условно-радикально удаленным костно-метастатическим очагом мы будем стремиться назначать в лечении не только в нынешних реалиях таргетную терапию, а уже, наверное, может быть комбинацией иммуно-таргетной или иммуно-терапии. Извините, не поняла. В качестве адювантного лечения после радикального удаления костных метастазов? И в качестве адювантного лечения, и у некоторых пациентов, которые не имели, например, патологического перелома, в качестве неоадювантного. Не бесспорное заявление. Вселбарь, Ваше мнение? Нет, я хочу сказать, что, с одной стороны, показания к удалению метастазов на сегодняшний день резко уменьшаются, из-за того, что появляются довольно эффективные способы лекарственного лечения. И, в общем-то, если у пациента не солитарный метастаз, то, наверное, на сегодняшний день надо начинать с неоадювантной лекарственной терапии, оценивать ответ, и пациентов с хорошим ответом как раз брать на хирургическое лечение. Они являются кандидатами для хирургического лечения. Те пациенты, которые не отвечают на лекарственное лечение, скорее всего, их не нужно оперировать, поскольку их прогноз очень-очень плохой в любом случае. Но, с другой стороны, у нас сегодня уже есть данные по адювантной терапии, и, как Вы правильно сказали, например, пембролизумаб уже зарегистрирован на FDA как адювантная терапия, в том числе после метастазоктомии, после радикального удаления метастазов. И наибольшее преимущество адювантной терапии наблюдается именно у пациентов с удалением метастазов. Марина, конечно, скажет, что это подгрупповой анализ, он статистически недостоверен, но это уже не первое исследование, которое говорит, что именно после удаления метастазов радикального адювантной терапии имеет наибольшее преимущество. Это подтверждено и в недавнем исследовании с темзиролимусом, Эверестом. Вы же меня убедили в практической рекомендации русского, мы эту фразу включили? Включили. Поэтому рассматривать адювантную терапию у этих пациентов как раз нужно. Это те пациенты, которые от нее выиграют. По поводу хирургического лечения метастазов. Вы не забывайте, это метастазы не в легкие, не в печени, это метастазы в кости. И основная масса этих больных, они имеют осложнения такие, в виде, например, переломов, нейрогенных расстройств, особенно позвоночника и всего прочего. Поэтому вот у именно костных метастазов хирургическое лечение, оно должно рассматриваться, потому что это патологические переломы, это лишение конечностей, нейрогенных расстройств. Но это те случаи, когда оно необходимо, безусловно. Давайте поблагодарим еще раз Станислава Викторовича за представление материала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!